Перед началом просмотра ролика вы можете подписаться на нашу группу ВКонтакте. Мемы, информационные посты, а также мы регулярно делимся аналитикой предстоящих матчей и их результатами. Подписывайся на нашу группу аналитика ошибок и будь в курсе самых интересных матчей по Доте. Ссылочка в описании. Всем привет! Сегодня у нас звездный матч и Resolution играет на Viver. Приятного вам просмотра! В этой игре очень много знаменитых имен. Сумаил на инвокере, Бульба играет на Beastmaster, Меркл, который буквально 2-3 месяца назад занимал топ-1 ранг, сейчас у него топ-20, играет на Ember Spirit, также E-WAR на SF, ну и, собственно говоря, Resolution на Viver. И остальные игроки, кстати, у Слава, допустим, топ-46, Клопа, топ-100. Очень высокие ранги. За этим будет интересно смотреть, как обычно. Поэтому усаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек, готовьте хавку. И будем смотреть за Аризолем. Результ давно не появлялся на нашем канале. Я думаю, что самое время выпускать его. И Viver давно не появлялся. Вивер хороший игрок. Вивер вообще достаточно редко выходит у нас на канале. Да. Пятерка Клопа, кстати, на линии у Аризоле. То есть, моя весьма интересна. Это американские папы. Увидишь такое. Пампельяр и Бест против. Кстати, Бестмастер пойдет через топоры. Будь поинтересно, я решил предпринять. Предпринять раскачивать такое интересное. Чисто через топорики. Но против Вивера особо кого-то и не работают. Поэтому, конечно, проблема. Да и против Клопы тоже. Только что ты их замедляешь. Оба героя преодолевают дистанцию моментально. У одного блин, у другого. По куче. Тут стик, кстати, очень хорош. И для Вивера, и для Клопы, и для Беста, кстати, тоже. Это герой на линии спамят. Включая Пангальера. Который пошел выпаливать крипов. Я думаю, что он, скорее всего, может, думал, что здесь будет дерево стоять. И поэтому включал топоры, чтобы их поспиливать все эти деревья. Да нет, нет. Мне кажется... Ну, возможно, и поэтому тоже. Возможно, и поэтому тоже. Просто как ты Вивера кабанчиком поддушишь? Да никак вообще. Ну да. А топорами ты хотя бы можешь прогревать. Ну, аналогично и с Клопой. Комантовый не контактирует с этими героями. Неплохо пока, что Резолька фармит. Кстати, против Эмбера я не сказал, что Вивер самый хороший герой, потому что Эмбер тебя постоянно контролит. Инвокер тебя может контролить, и Бест тебя может контролить, и Грим тебя может контролить. Непонятно, почему он Вивера пикнул. Возможно, он видел только свою линию. Без Пангалерия понял, что на этой линии ему стоит будет очень комфортно. Вокер так сразу прокаст может убить Вивера. Увера очень мало ХП. Грамотно. Кнопки нажать. И да, опасения оправдались. Это шестой пик Вивера. Соответственно, залетел потом уже Эмбер, Грим. 50-й пик был у СФ. Стики имеются. Стики он загрызил себе. Есть рецепт на в Рейсбэнд. Осталось только, как курочку зовет. Я так понимаю, в мид нужна она, Кура. Гивар, скорее всего, первый курицу возьмет. Или ждет, пока курица загрыдится, чтобы одновременно и на мид, и на топ. Ну и все, положил смотки в курицу. Можно тащить. По поводу ботла, который у него вкребает, вообще очень хорошая. Ну да, Вивера. В один момент у тебя ресурсов просто не хватает. Ты хочешь постоянно нажимать свой второй спел, чтобы добивать крипов, прошивать оппонента. И ботл покупается в боковой лавке по тайной. Трудно дойти, Вивера, в принципе, проблем никаких нет. Просто бежишь на втором спеле. И ровно потом контролировать. Тоже ботлом удобно. Они тут убивать пока что полноценно не могут, потому что нужно хотя бы единицы сфармом. Со сфармом будет неплохо. По демиджу. О, так они панки что-то забрали. Ошибка. Да, там еще вовремя откатило. Спасибо, Вивера. Да еще и без таза это прошили. Ну не знаю, так на пангалере ошибаться нельзя. Ты пикаешь пангалере в четверку, что в принципе немножко нестандартно. Показываешь хорошую игру тогда. Сотвратил кнопку, до тебя просто с легкостью добрались и Квупа, и Вивер. Получай, по чем значит. У меня, кстати, сумел чуть-чуть получше линей, чем у сф. Сейчас пачку добивает. И у сфа тоже. Все по грибстату окей. Ну и держащий старчу занимает, естественно, Вивер. По ласхитам, по днайам. Но у него еще и фраг имеется. Ну тут тоже очень и очень приятно. Бессмастер уже уходит в лес, понимая, что на линии стоять ему достаточно сложно. Практически невозможно. Учитывая то, что его пангалер сейчас стянулся еще на нижнюю линию, то тут ловить вообще ничего без 100. Поэтому Квупа, скорее всего, после этого Пула тоже должна сместиться. Ну подконтролить, наверное, скоро балансировал нужно, потому что... Кстати, вот если бы Боттл был бы у Вивера, сейчас было бы вообще шикарно. Балансировал и контролить. И они линии не пропушили. Красс его сейчас возьмет. Не бери, не бери Квупа. Ну что ты делаешь? Да, вообще. Он так, он так фолловый, в принципе, практически фолловый. Она запаниковала, ну и уходит. О чем говорилось после балансирования на другую линию. Чем они вообще ошиблись? Вот Балансировал. Тем, что Квупа запулила крипов перед тем, как собирать баланси. Соответственно, линия была под Вивером. И он фармил крипов, потом пришлось бежать на большую дистанцию. Поэтому перед тем, как наступает пятая минута, десятая минута, обязательно пушьте линию подражески, чтобы вам было удобнее забрать вражескую балансиру. Благо тот Вивер, который быстренько добежал на Шикуче. А другой Кири-герой позволить себе такого не может. Вы запулилили, руну потеряли. Я одно время прям много играл на этом герое, на Вивере. Не знаю, он очень классный герой, очень мобильный. Причем пойти можно как в легкую, так и в сложную линию на нем. Да, в Мид ходят. В Мид было нашествие бустеров, когда они просто в Мид ходили на Вивере. Но по поводу Вивера, он хорош для пабликов в полноценных матчах на профессиональной сцене. Он не так уж и хорошо заходит. Да и в пабликах ты порой думаешь, вот у тебя враги давят в тимфайде 5 на 5, Вивер слабоват. Такое действительно бывает, он может быть послабее, чем другие Кири, потому что он фармит меньше. Но если пик позволяет, и если ты понимаешь, как играть на своем герое, и у тебя команда не тупицы, то Вивер может зайти в пик. Хорошо. Но не тот герой, которого можно пикать на ФП. Допустим, сейчас мета всяких Свенов и Роскингов, которых, кстати, спокойно можно ФП-шить. Свена и ВК особо не законтрят. Как бы можно предположить, что против Свена будет какой-то контроль сквозь БКБ, а против ВК будут герои с Моноберном. Но часто бывает так, что ты все равно пикаешь по своей очереди керри и у врагов два пика на мидера и на керри. Соответственно, тебя все равно законтрит. Поэтому сейчас уже часто и на просто цене, и в пабликах ФП-шить Свена. ФП-шить ВК. Верси такого позволить не может. Ох, куски послабливать. Должна его отсюда упускать. Есть ультимейт у Вивера. Ну, ультимейт пока что не будет. То есть, одну точку впитает и... Да, идеально. Ну, я там гусы есть, есть ботла. Ну, и в итоге по фарму у Вивера все очень хорошо. Если переключимся на антворса, то увидим 3 800 на восьмой минуте. Это очень хороший фарм. Не идеальный. К 6000 он, наверное, не приблизится, но... Это хороший фарм. Вернулся. От грима, но я должен его забирать. Конечно, далековато бежит, но ТП сюда никто не делает, поэтому... Да, он сам ТП нажмет. Кручу нажмет на большее, но, скорее всего, свапнуться просто линиями. А у Селедки Телепорт... А у Селедки Телепорта нет, возможно, в Кулбароне. Ну, по идее, тут просто должен происходить свап, либо они должны прям пушить эту нижнюю вышку вместе с вивером и убивать тут кого-то. Либо славно должен тапаться в топ. Опачки. Кстати, вивер Селедка. Да-да-да, хорошая связка героя. Очень хорошо. Хорошо, неплохо подцепились здесь с Резоля. И Санстрайк еще прилетел, но тут очень много стики, конечно. Много восполнили ХП. Калассальное количество дамажа, на самом деле, от вивера. Ох, пассивка была чуть-чуть в Кулдауне. Ну, заберет. Да, должен забирать. Идеальный фраг. 300 голды. На вражеском керри. Вот, кстати, его пассивки где-то месяца 3-4 назад, мы уже переделали пассивы, и теперь с каждой джинной тадаки, то есть второй тычки, которая вылетает с той пассивной способности, урона больше. Плюс 10, плюс 25, плюс 40, плюс 55, в зависимости от раскачки. 55 физического дэмэджа, это прям прикольно. Это... Хватает, чтобы делать салфраги на каких-то саппортах. Порой ты пытаешься добить, и вот не хватает. А тут будет хватать. Опять же, с ландером это прям идеально работает. Это уже не 55, это уже значительно больше. Он бы на лице была из слон, как он, чтобы увеличить немножко своего дэмэджа, а подсоветка, это вообще шикарно. И у врагов не армированные герои вообще. У них нет условно латероблейда, нагия, у которых армора колоссальное количество. У них есть бисмастер, у которого 3 армора. У них есть инвокер, у которого 5 армора. Вангалира пятерик, у грима 3. Все очень плохо по армору, по лазовому герою. Ну и вивер как герой уже обсуждалось, что с ботлом он выглядит грозно, контролит баунтируны. И вот рил руны по типу дабл дэмэджи, регенерации, аркейна. Он их очень быстро контролит и чувствует себя просто волшебно. Кстати, сейчас посмотрим на кусочек. Сейчас он будет отлетать очень больно. Он бьет вообще. Жесть, две тычки почти все хп отняли. Да, там же кипр с на 100 калерамор, блейдстон и лупище. Это у нас лазберы. Нужна метка. Нужна метка прямо сейчас. Метка, хорошо, задают. А магия не на самом деле, потому что панглер был мертв. Гримб не нажал уже кнопку, потому что у него в холдауне и бисмастер тоже в таверне. А имбр был вообще на боссе. То есть теории могли проводить задавить на инвокера через скопку, через селебку. Но не стали. Просто тихо, мирно, вышечку забирают. Удачно они пофайтились. Так что катафалка просто на миде. Ну, как кстати многие, Рокири, с вами не собирают себя ПТ-ху на вивере. Пока что. Возможно, он ее купит попозже. После молнии. Такое часто даже практикуется. Когда ты берешь себя атмосферона фарм, пока ты не испытываешь такой потребности в ПТ. Но ПТ, если брать все-таки айтем на ранней статте. Он в дальнейшем у тебя будет давать не так много за свою стоимость. Наверное, ПТ-шки все-таки не будет. Возможно, хочет купить какую-нибудь фастовую линку. Замечал бы, что если берут линкен сферу, либо манту, супер быстро. А есть игры, где и тот айтем хороши. Ты просто не берешь себе ПТ. Ну, допустим, мы смотрели за Рамзиком. Давно, думаю, на Веря. Он всегда брал ПТ-шку. Там всегда-всегда. Байбек от инвокера, от Сумейла. Это, кстати, не рейдж байбек. Это байбек, чтобы... подраться. Тепнулся сразу, убил. Ну и Резер выходит для линкетсфера. Ты вышку забрал, пока там драка шла. Не сказал бы я, что линка тут в этой игре идеальна. Вот и моя БКБшка, по сути, нужна будет. И манту можно было бы прикупить. Манту реально просто хорошо. Да, это правда. Ну и бестмастер. Соло фраги на тебе делать не будет под санстрайк. Кстати, вот это, наверное, очень важно. Если бы не было инвокера, возможно, бы линку не стоило покупать, но что берстам, может быть, не хватало бы. А так бестмастер будет тебя солить просто. Санстрайк. Ну и, в конце концов, ульта Мерем Строка. Его Сайленс. Полсмен какой-нибудь не залетит. И это сам не особо-то армированный герой. У него 8 армора. Он мобильный. Он мобильный, в отличие от других героев. Какой у него прирост ловкости? 3,6. Ну, не самый маленький. Ну, ничего страшного. Вивер нужно бояться в основном магического дэвиджа, потому что физой его бить практически невозможно. Он всегда уходит от тебя. Убегает. По поводу билта через молнии, что-то позже мы об этом поговорим. Показать пока что начинается. А вверх это дэвиджа, майнвокер, судя по всему, умирают без вг. Получилось и дать пару тысяч в инвокера. Все, его просто нет. Да, смешно. Да, дабл дэвидж, конечно, как нельзя, кстати. Дабл дэвидж под замакшную вверх. Это так, который 3 секунды гулдаун и 55 урона еще дает. Он инвокера просто распотрошил, который был под меткой с лордера. Куча дэвиджа, поэтому ботл берется на вивере. Телпл в райтем за свои деньги. По поводу молний. Естественно, кушлини, ты много фармишь, много дамажешь по героям. Получается комбинация будет синергия магического и физического урона. То есть есть и то, и то. Молния заминает и так хорошо стакается. Две тычки, то есть прок молнии, он очень много вероятен. Покупали диффуза раньше, но потом появилась эра молний. Когда все поняли, что с молниями ты больше выфармливаешь, то берут молнии. Диффуза, допустим, на вивере очень хорошо смотрится против медузы. Это двойная тычка, ты много бёрнешься, это диффуза плюс монта. Ты просто забегаешь в медузу и моментально бёрнешь ей почти всю ману. На своем вивере. В каких случаях против монозависимых героев можно брать именно диффуз. Впотив сларка, мне кажется, очень хорошая айтем диффуза, диффуза, диффуза блэйд. Против какого-нибудь интимага тоже. Не самый плохой айтем. У них хватает, конечно, метки здесь, но вроде хватает урона, чтобы сделать баг. Так, ну тут тренд супер круто сыграл в суши. Нажал руки, потом подошел к деревьям, дал кучку, так идеально. Ну тамер спирит ошибся, он мог, конечно, что-то лучше сыграть. Да, это сырор. Все забирает, скорее всего, это через санстрайк и через беда камера попытаются что-то сделать. Ну, что это было? Бангольер тэпнулся, прям наш район, а в это время так получилось, что вивер прям был во втором спеле. И он умер. Жестко. Так еще и инвокер тут говорил. Тилл килл очередной для Резоля. Есть лицо, но вероятно из-за этого. Сентря, видно инвокера и... Куда, что ты не туда бежишь инвокер? Санстрайк, отличный санстрайк. Санстрайк, остателся мейла. Но ультракил для вивера, тем не менее, был. На, это линка. На 15-й минуте. Если честно умер, это была блинкин сфера. Здорово, здорово, конечно. Ледочку типа... 9000 преимущества очень много, конечно, по бабкам у вивера. Если сравнить вивера и эмбра, ты понимаешь, что он обгоняет его больше, чем в два раза по нетмарсу. Вот, давай, два где-то. Ну, это такой вот герой, который принимает раннюю агрессию. Если у врагов активный пик, казалось бы, грим, вангольер, эмбр, инвокер, бистос, могут драться. Ты все это останавливаешь дело. Это не пассивный герри, который фармят. У обычного пассивного герри сейчас был бы только выход в радик какой-то. Был бы 1-2 фрага. Но вивер не с тех. Запрятался за деревом. Что ты задаваешь вообще на пик, нормально? Это молнии трижды прокнули. Ну, это димин, это так. Если обычный герой, вот веер бьет быстро. У него атака 0,8. Ну, ладно, не самая быстрая, но вот это димин, это так, который каждые 3 секунды у тебя есть. И 55 урона оттуда, молнии. Ах, жесть вообще. Герой без армора дико страдают. 55 урона с руки еще. За игре он может убить с 4-х ключик, если мы в неудачном добром дэмэдж рядом с Рошаном. Ой-ой-ой. Это дабл дэмэдж, кстати, который он не будет сразу юзать. Он заберет скорее с Рошаном, а потом на драку оставит. Тесен-страйк пропалил. Может быть, стоит быстро забрать. Нет, заставляет снова на файт. Понимаешь, что в файте можно подраз. Нажимай ДД. Входит в драку. Ой, какой рассказ отличный. Круто. Он там, кстати, за 3 пички почти в Галамбар Спирита. По-моему, или Калан Хокусова. Не особо понятно было. Мне дали раскастывать уртимейт. Бангольеру. Ну и все, теперь можно забрать Рошана. Ну и вот посмотришь и думаешь, что слева команда в Рейзинг как-то покласса, но на уровень ниже. Да, ну тут там Сумаил на Эдлокере. Там Мерекл. Мерекл топ-6, Мерекл топ-20. Бульба топ-140. 400 варанга Грим. Высокий рейзинг, но они просто переезжают на скилухе чисто. Он будет попытаться жить. Мне так нравится Мьолнир в последнее время вообще топовая этом. Он тебе так много атакс пида дает. То есть теперь вивер будет вообще дико зимзабить по врагам. Рейн Клос-Бири, нужно быть поосторожнее. Ну ладно. Этот герой просто лопается. Ну они работают. Он так играет. Нормально. Ну он развлекает, два герой на нем. Ну кстати, тиммейты его под нафидели. Без вивера сложного подраться. Воду Мьолнира? Для тех, кто вдруг не слышал или... Или просто не знает в чем суть. То, что атакс пид большой, то, что линии пушить удобно. Потому что вместо четырех целей от Мелл Штрома, 12 целей становится. Ну и активка тоже. На какую-нибудь селедку вешать, либо на себя опять же. Огнем, конечно, резольт тут играет. Но враги его в враги не сдаются. Это весьма приятно. Ривер душит, а оппоненты играют. 0.82. Атакс пид. Садает чуть больше, чем тычек в секунду. Этот саппорт сейчас будет просто лопаться. Да, сейчас по атакс пиду все прям суперкруто будет. А тут хорошо ворвался от блогера. Блогер почти добили его. Раскогрема душит. Идер он по двум героям. Это было в кулдауне, и Вера стирают. А убьют ли его второй раз, что есть, чинов нет. Рора нет, Сайленса нет. Да, он идет в основе. Что за рассказ? ТСФР. Ну, хотел Амбера попробовать идеально отрывать в тайминг. Аймер 6-й успел нажать. Там же можно идеальный тайминг помочь на Сайфе. Таким образом, что герой даже ел не успевает нажать под себя. И лепестая тембра тоже. Хотел попробовать, видимо. Ну, он мне особо ничего не потерял. Они все равно в доминирующей позиции. Сайфовый герой бегаешь на чуть ли не максимальном успене. Собираешь бонтосы. Тут же оказываешься, боится. Это правда. Румеешь быстро. За счет передвижения быстрого. ВКБшка хороша. А там правильно сделаешь. Попать и потому что суроном у него проблем нет. Как мы видим. Тем более под с лордером. А вот выживаемости немножко не хватает. В прошлый раз могли дважды убить, если кнопки не были в КД. Конечно, этим молнией, как будто вообще без фулдауна. Отвращается команде с лей. Смотря на то, что он был фигзаем, я очень быстро сейчас добежусь. Да и убежусь, скорее всего, отсюда, потому что команда подходила. Немножко поздновато. Так прикольно смотрится гражданой молнии в инвентаре у визера. Не знаю. Прям доставляет. Агрессивно бегает. Вадим это в таверне. Судила результата в топ-10. Ну, ладно, такой ранг. Раньше стабильно было топ-30. Водопал немножко. Думаю, что есть смысл общейся от таланта вивера. 75 крону от Шипучи не остался брать экспо. Вивер, что мы переделали. Принесли урон от Шипучи на 50 левел. Ну, это неплохой буст по дэмэджу. Ну, experience тоже хорош талант. Кстати, в очередной раз. Игроки игнорят экспо гейн. Ну, на вивере еще есть смысл, наверное, что 75 крону это прям неплохо. Ну, своевременный эсет доказался. Класс, класс. Убили. По поводу удаления штанта. С твоей стороны 35% это так много. Это так дохрена, да. Он сейчас уже был бы практически в 25. Да. Ну, кто знал, что так наклонится. Возможно, уже в 25 был бы. Ну, 24-25, что-то в районе того. Потом на 20 лаврове у него не самый лучший талант, мне кажется, слабоватый. Достаточно для 20 левела. Плюс 2 атаки для уничтожения жука или плюс 05 снижение брони. Ну, хрень какая-то. Мне кажется, таланты может быть 15 левела. Патиры не очень. Ну, 2 атаки обычно берут. Чтобы от жуков быстро не избавлялись, по крайней мере, саппорты. Ну, и на 25, естественно, скорость передвижения от Шукучи. Плюс 200. Хотя, в некоторых играх, блин, плюс атака и атаки, это тоже круто. Там такой шквал будет тычек. Ты так уже в лейте бьешь очень быстро, так и тут еще и дополнительные тычки вылетают. На самом деле, то, что он БКБ-шку тут начало собирать с этого архитфальта, это тоже забавно. Ведь враги смогут подумать, что он вообще-то дозволит себя собирает. Запутывает. Чуть-чуть мозги. Бывает, что он лежит в инвентаре. В любозу центре кита уже идет постоянно на карте. Потому что, с одной стороны, бестмастер, который птичку кидает, с другой стороны, биверетриан. То есть, центре нужны с одной и с другой стороны. Исэф решил... Асэфа БКБ-10. Мир ультимейт надо будет поосторожнее. Ультимейт еще дерево, отлично успевает и эмбера убить. На стычке. Не успеет улететь, но здесь Стан еще прилетела с лардера. Кто-нибудь просто без шансов переезжает. Красиво все и делает. ББКП-галерия может сможет там беззамкнуть, но вот через эмбера. Эмбера скорее всего убьют. Там блинкаут попробует. Не получилось. Опа. Так он нападает. Вивер на эмбера нападает. Или эмберный вивер. Он огрызнулся. ББКБшка не за горами. Сейчас баллы забудут. Наверное, подождать чуть-чуть. Там 3 секунды осталось до второй способности. Когда он проживал ультимейт, он не смог быстро убежать. На нем колл снэп еще висел. Было весьма неприятно. Ты бежишь, на тебе достояние. Там тебя выжигал кто-то. Эмбера, наверное, с ленгвардом. Я на микростан ловил. В рейсбэнд можно один уже продать, по-моему. Раз бы КБшку взять. Нет, пытать не будет. В рейсбэнд стоит. Нет, но все равно он будет лежать на интере голеньким. Зачем он нужен? Поиск там можно продать. Боттл скипать, я думаю, не стоит. Кстати, можно приложить в рейсбэнд и боттл. Хотя нет, не нужно. Путыл в интере для виверет. Это хорошо. Орегене, шмана, хупай. Отходишь из драка. Микрокомбэк от врагов. Забрали вышку, забрали трех героев. Молодички. И Рошан, Рошан. Эх, не повезло. Долгий тайминг, кроши. Так было бы неплохо, если бы не взяли Аегис. Блокер совсем без маны. То есть я Блинг Даггер. Бьюл. Блин. Постарался бы, БКБ, наверное, лучше на фарме. Здесь БКБ, что-то для инвокера вообще топовая. Он не хочет стоять, видимо, в этом в рутах трента. Я могу как-то особо обороты идти. Обрата для чего БКБшки тогда? Против кого? Магическое уродо просто очень много. И ВСФ не дрогает. Квапа тоже позади. Его основным убивает ривер. Убивал, по крайней мере, когда инвокер умирал. Так, у него три смерти всего. Это все смерти до 15-й минуты. В 15-м вообще не получал дэмэджи. Ставил всегда в позиции. Я думаю, БКБшку тупо не будет вводить. Я просто на инвокере, по-моему, одна самая топовая сборка имеется. БКБ, Хекс. Все, потом рефреш. Он, может быть, может. Толкаешь любого героя, который один будет. Может быть. Мы ждут, наверное, на экстраж, а потом уже был заходить снова на хайграунд. На встрече преимущество. И Дайдаллс хочет себе следующий мартефакт накупить. Еще больше дэмэджа. Ну, блин, тут, конечно, в принципе, очевидно. Героя будет лопаться. Они и так быстро умирают с Дайдаллсом. Ну, просто это станет, когда покором не прям, чтобы на урона, а когда у тебя открытые прокают. Это еще и молнии сверху. Еще все это подмин с армором. О, это был дэмэдж. Это уже третье. Да, да. Файна. Вот тебе и ботл. Купил айтем за 600 гилды. Он тебя уже окупился раз, наверное, 10. Со своими рунами. С моим легеном. Просто мобильный герой. Дальше он на 13 секунд. Вот уже тренд заходит в Рошпит. Кстати, птица есть. Во, Рошане. То есть тоже вы видели, что он тренд стоит, ожидает. Три, две, одна. Роша встала. Интересное звуковое сопровождение. Это сигнализация Рошана взбала. Роша встал. Чтобы точно не забыли. Это, это будильник можно на телефоне ставить. Я так подумался. Таймер Рошана, чтобы точно не забыть. Ну и по идее сейчас должны уже пушить. Пытаться заходить на хайграунд. 15 тысяч преимущества есть. Но по счету пока что все более-менее. Просто Вивер гораздо больше фармит. Чем вражеский Эмбер Спилит. 8 тысяч разница между только Эмбером и Вивером. Бизарм не прокнул. Как раз драка завязывается. Вивер в итоге один пушит. Делает туда ТП инвокер. А там забрали Эмбера без ВВК. Надо было, наверное, странно, слушай, почему Эмбер вон АКТ кнопки пожалел? Но он не поверил в, наверное, фангольера, который застанет дважды Вивера. Придется СВП жать. Придется сажать. Ну и ВКБ, какие он кнопки нажмёт? Только Санстрайк, а у Вивера не было такого, что он оставался на ЛХП. Хотя подстан, опять же, можно было попробовать хотя бы. Но понимал, что если он что-то сновки потратит, то то, что Эмбера не будет, и дефать будет вообще неначем. Возможно, это ещё важный фактор. Покупает себе демонейдж вместо того, чтобы взять себе кристалис, что, как по мне, немножко странновато. Демонейдж даёт 42 к дэмэджу. Что касаемо кристалиса, он даёт 38 к дэмэджу. Но при этом кристалису ещё и белка. Супер мощный. это крит просто. Просто крит. у нас 175 урона. Естественно, по эквиваленту профита лучше брать. Кристалис. Ну, тут просто он рядом стоял с потайной лавкой. Но с другой стороны, могу принести себе кристалис и рецепт уже на эти деньги. А потом добежать до потайной быстро. Тут потом не ждать. Да, можно было и так сделать. БКБшка ввери фулдаун ещё 2 секунды. Поставил в контроле. Пусть уж темой по-моему мог не тратить сейчас. Хотел восстановить просто пока. У меня всё равно Егис есть ещё БКБшка, если так, хп фуловые. И плохо так дефают откидывается откидывается потихонечку. И ломает бараки. Ой, ой, ой. Как слушал он умер повторно. Если поддержка какая-то будет в чине сентрю поставить и чины нажать. Сентрю поставить где сентриану, что это? В разные стороны немножко разбежались. В итоге умер пангольер. Сейчас ещё и Грим умрёт. Пангольер уже отдеваетесь, он может поглядеть. Где сентрю он умер один герой и саппорт ваш. И всё, вот так, что он больше нет. Ну, всё на коре такшен. Куча бэбэков. Нужно отходить. Кстати, Асумэл-то играет против своего брата на миде. да. Только сейчас обратил внимание, я как бы Сумэл-Явар. Окей. Да, они же братья. Младший брат Сумэл, старший брат Явар. Яварной Сэфи с Умэл-Янбокером. Да, прикольно. А в Резолюшн, в свою очередь, играл очень много в команде с Яваром. Ай-яй, не попал станом с Ладроса, всем чуть-чуть, там летит сам страйк. Сыр, не успел нажать сейв на инвокере, бэбэкать, тп, файт, правильно, всё правильно. Хорошие ветра по тьм героям, жалко, что... жалко, что ладжин достался. Ноги потрачены и продолжить этот каст невозможно было. Дайдалус. 300 урона, плюс прок от Дайдалусу, 235 критического дамеджа. Крит получается, 700 очек будет где-то. Это под минус армур, а на жиминной датаке. Вот прок не криру, если двойной крит от жиминной датаке. Хорошая контра по галлеру. Просто на месте простоял весь ультимейт. Инвокер без ДДК. Ой, Юлч, Коти, Юлч, пригодился. Не уходит по итогу. Катаклизм. Заберут ли я, забираю с Ладро и Виберок. Не успел Резоль выбежать из рейджи. Но всё, он драйв без ДДК, инвокер. Это ГГ. А Юр уже готов драться. Кстати, взял себе дополнительно такой джимин, это так. Он же ты такой прикольно, конечно. Ты думал молниями, я на секундочку. И то, и то пробовать может. Это получается, он дает как бы две тычки, а как бы и четыре просто шквал этих джиминейта так. Он уже, он уже отбегает, но по-прежнему со спины у него вылетают пить. Хороший герой вверх. Не во всех играх, конечно. Круто сыграли, обыграли достаточно равных оппонентов. По скилу, по крайней мере, тоже. Прикольная игра от Резоля. Сейчас посмотрим на финальную статистику. Я думаю, что там все очень даже неплохо про дэмэджи. Ой, вивер точечный герой, поэтому не думаешь, что там будет сильно много? Там будет сильно много. Да? Ну ладно, 40 тысяч. 40к в два раза пригнал всех. Оказалось много. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова